Поход на какую-нибудь машину, на которой можно бы прям Если брать, то по-любому чиповать Не, слушай, ну спорт сразу другие ощущения Слушай, блин, ну удивился я, конечно 320-ю, X-Drive, M-пакет, ценник будет примерно Двигатель 1.4, по сути, это базовая комплектация Чем она лучше, чем трешка? Факт в том, что по ощущениям вот это даже поинтереснее Ну приезжают же, по-любому, какие-нибудь косяки заводские, они и у всех есть По BMW 3 серии и по Audi A4 Друзья, всем привет! В этом видеоролике я хочу затронуть такую тему, как смотрите Все мы с вами владеем автомобилями Я, например, владею Mazda 6, как вы знаете Кто-то владеет Toyota и Camry, кто-то Kia Optima И периодически все мы с вами задумываемся Блин, вот если продать машину, на что же пересесть? Кто-то является настоящим приверженцем марки Говорит, я с Mazda переседу только на Mazda, тем более новая мне нравится То же самое про Toyota, вышла новая Camry Но есть люди, которые все равно периодически смотрят на немцев Ну например, смотрят на Audi A4, смотрят на BMW 320, смотрят на BMW 5 серии, смотрят на Audi A6 А все почему? Как вы знаете, на все эти автомобили можно выбить хорошие скидки Так например, если вы зайдете на официальный сайт Audi, то хорошая машинка вам обойдется там по конфигуратору больше 3 миллионов рублей Если вы приедете в автосалон, то автомобиль вам предложат примерно по цене от 2 миллиона 200 тысяч рублей и выше Если посмотреть на BMW 5 серии, ценник будет примерно такой же, только сейчас он будет чуть-чуть выше BMW 320 с полным приводом в М-пакете молодежная такая симпатичная машинка вам обойдется вообще ниже 2 миллионов рублей А Audi A4 в базовой комплектации с двигателем 1.4 вам обойдется примерно 1 миллион 700 То есть цены, по сути, немного доступные, скажем так И именно сейчас мы из Кипра перемещаемся в Москву и отправимся в автосалоны, где я лично вместе с вами пройду все эти тест-драйвы Не стоит забывать о том, что сегодня денег на покупку нового автомобиля есть далеко не у каждого И многие из нас начинают смотреть на вторичку И если вы вдруг нашли привлекательное объявление, где вам пишут, что автомобиль обслуживался только у официального дилера Чистая история, все открыто, смотрите, любые проверки за ваш счет без проблем 2-3 года, маленький пробег, гаражное хранение и бла-бла-бла Друзья, обязательно перед покупкой или даже просто тупо перед выездом на осмотр Воспользуйтесь услугами сайта Автокод Всего лишь по госномеру автомобиля Разовая проверка стоит 349 рублей Вы получаете всю официальную информацию по автомобилю Таким образом вы будете знать реальную историю автомобиля, если он действительно чистый и свежий Ссылка на Автокод остается в описании Сайт действительно рабочий и полезный Всем тем, кто хочет купить автомобиль, советую воспользоваться Друзья, ну на самом деле внешне, смотришь на автомобиль симпатичный, да, согласись То есть такая машинка интересная, небольшая Для города, я бы сказал, то, что нужно Юркая, хорошо держа дорогу Сами все знают, что на такой тачке наваливать одно удовольствие На пятой серии тоже можно это делать Ну вот эта небольшая такая, знаешь, взять ее, чипануть до 330-й Будет ехать, будет интересно Выхлоп можно переделать, но опять же, я только женился, да, вот он я, окольцованный Но почему-то в душе прям молодой заиграла охота какому-нибудь машину, на которой можно бы прям Прокатимся, посмотрим, какие эмоции подарит она Так, чтобы я понимал, значит, получается у нас 320-я, полный привод и тоже М-пакет Бензин, вот о чем я переживал, что когда, например, едешь Да, ну знаешь, поднимаешь иногда ноги, как-то они слишком высоко Ну блин, как-то, не знаю, может сиденье чуть-чуть повыше подняли здесь Можно опустить до низка, кстати Наоборот, ну да, наверное, повыше подняли, потому что если смотреть в сторону Как бы я прям вот на грани прохожу Так, зеркала не складываются, как я помню, я просто читал уже комплектацию, знакомился Не складываются без подогрева Приборка обычная, аналоговая Этот можно заменить на большой? Тоже заводской только Но он там не такой будет огромный, он немножко будет Клиренс здесь у нас 145, да? Не может быть такого, что вот эти вот настраиваемые боковые подушки Может быть, там надувается она Надувается, да? Так, бензин, да, у нас? Ну поехали, что, 20 Чипуете официально? Ну нет Не делает очковку? Другие, я знаю, делают на монету Заявленный разгон здесь что-то в районе... 7,3 секунды А 7,3 даже? Слушай, ну пока на данный момент я даже немного удивлен Просто до того, как мы катались, ну заходили в салон, садились Казалось то, что места маловато Вроде бы садишься, уже не так мало Обзорность в целом тоже нормальная Зеркала, конечно, небольшие, но все видно, все понятно По жесткости, ну тот же самый Run Flat Вот город, да? По факту, я просто за что думаю Если я так передвигаться буду Все вот эти вот стыки Основное что? Тот же самый климат-контроль Один, да? Я так понимаю Или двойной? Двухзонный Двухзонный климат Подогрев Подогрев зеркал Есть, верно? Подогрев руля, зеркал Подогрев И работает полный привод тоже по принципу 60 на 40 Интеллектуальная система полного привода Перераспределяет на каждое колесо, может до 100% То есть если три колеса буксуют Одно может передавать момент на одно и оно будет помогать выходить Вот такой легкий гул присутствует, это, я так понимаю, от Run Flat, да? То, что вот его бы, конечно, скинуть В целом, общее впечатление, какие я сижу, как, в принципе, мне удобно Руль у нас настроен тоже, можно, да? Как мне удобно Небольшая, но в тот же момент внутри машины А два человека тебе удобно? А ты вот сильно, да, вперед, отодвинься чуть назад Просто посмотрю, как это Оп А ноги подними вот так Да вроде бы, да Это машина Ц-класса Машина, это пятая серия, шестая, седьмая А так для этого класса, в принципе, вполне Ну и отличие основное, то, что если вот это посмотреть, центральная часть схожа, да, с пятерочкой То вот здесь только, в основном, ручник механический Коробка, что у нас получается, сколько, восемь ступеней? Восьми ступенчатые, там вот там Автомат полноценный Германия и ZF ЗТФ, да? Гарантия такая же, три года и двести тысяч А что на сайте-то не меняют? Я что-то на сайте лазил, смотрел, там все пишут, два года Он просто дополнительный идет, как гарантия Третья Выбирать три года и двести тысяч Программ Как удобно Очень они интересны Ну три года и двести тысяч, конечно Это, блин, в год получается Закладывают 65 тысяч на тебя Это вообще с головой Просто все по-разному ездят Тут совсем очень много Таких немного людей Тогда лучше два года без ограничений Если я покупаю, например, 320-ю в М-пакете Вот такую С полным приводом А что я могу еще допами у вас доставить? Камера есть здесь изначально? Нет, камеры здесь нету Можно поставить камеры заднего вида Можно установить различные вещи такие Как там, ну, М-перфоманс, наверное, слышали, да? Там спойлер, колеса, дополнительные зеркала Карбоновые А, ага Ну, что она сделала впереди Ну, короче, такой легкий станинг Но изначально идет М-бампер Задний М-бампер, правильно? Диски М-руль, диски 18-я, да? Разно широкая резина Сзади шире Ну, конечно, дорога она хорошо держит Но, блин, тяги Все равно не хватает Если брать, то по-любому чиповать Чипануть же можно, получается, с 320-й до 330-й По идее, да? Там разница моторов незначительная Вот там чуть-чуть различия есть Там степень сжатия чуть-чуть другая Я смотрел А здесь техническое обслуживание Сколько стоит? Здесь поменьше сидит Порядка 15-25 Вот так, ну, в среднем Ну, вот если по кочкам прыгать, то Мне кажется Пожестче, чем пятерка, конечно С другой стороны, опять же Все можно записать на резину Колеса 18-й правильно стоят? Да, но тут у колеса база другая Она, короче же, терки больше Поэтому на самом себе Было комфортно Фары какие? Тоже диодные? Диоды, да Такие же, как там? Сразу диоды везде Так, ну, сколько мы сейчас видим? 20-30 Задержка, да, секундная Ну, если в спорт перевести В спорт интереснее А, в спорт плюс Он, короче, отключает Курсовую устойчивость, да? Ну, и, короче, на газ Он сразу Начинает откликаться, да? Блин, вот фигово Конечно, поток большой Постоянно Вот это вот Ну, а с другой стороны Это вообще еще хорошо Мы хоть едем, блин А сейчас будний день бы был Тут только и толкаться Не, слушаю Ну, в спорт сразу Другие ощущения Крутить ничего Ну, и крутить И он как-то хоть и Да, да, да Нет, другое Другие ощущения Если в обычном режиме Ты едешь, нажимаешь Ну, блин, ну, едет Ну, как-то не то То тут вот Даже с 80 Ну, да Подвеска не настраиваемая Ничего здесь не меняется Не меняется Слушай, блин Ну, удивился я, конечно Я думал, я прямо разочаруюсь Я думал, то, что я сяду В трешку и скажу Блин, ну, не комфортно Ну, вот я сажусь Ну, нормально При условии того, что я ростом Метр восемь и шесть Зима у нас уже давным-давно Не такие снежные Чтобы бояться там клиренса Сколько здесь? 145 миллиметров? Ну, блин, она покороче У меня 150 А, 160 миллиметров У меня машина длиннее Не, машина разная, конечно Та машина больше такая Знаешь, на спокойную езду На вальяжную Я бы сказал То есть едешь Неохота на ней гнать То есть такая Посерьезнее Рубашечку хочется одеть А здесь бы Я бы, конечно Футболочки вышел В кроссовочках Дал, блин Ну, классно Так Сейчас я Сяду просто Сам за собой Для себя Мне интересно Хоть сзади Никто никогда у меня не сидит Но, тем не менее Блин, слушаю Ну, это Это новая, да? Трешка А, в принципе По сравнению с предыдущей Что изменилось? Побольше она стала, да? Говорят Не, ну так нормально Сиденье складывается сзади? Блин, круто Круто Тебе как? Понравилось? Нормально Нормально Тест-драйв закончен Конечно, большое спасибо менеджеру Что дал такой хороший маршрут Мы на пятерочке Большой круг сделали На трешке По МКАДу катанулись Друзья, честно говоря Я удивлен Когда я сюда ехал Изначально Я думал, что Я прокачусь на пятерке Она мне понравится Так и произошло Она мне понравилась Но я думал Что прокатившись на трешке Я буду уверен Что будет тесно Неуютно Маленькая Удивлен Вот серьезно Удивлен Машинка небольшая Собранная Чувствуешь себя за рулем Знаешь, такое Ну спортивная машина Действительно Заявленный расход Там 7,3 7,8 Все фигня Не ощущается Переводя в режим спорт Да, она как-то уже Тянет Прет Хочешь погоняться А я хочу погоняться В любом случае Сновья сразу бы делал чип По-любому Значит, ценник Понятное дело Что менеджер Понимая, что мы сейчас Едем дальше в Ауди Что мы сейчас Еще будем думать Принимать решения Дал такие размытые цифры Я вам могу С уверенностью сказать Покупая автомобиль Сегодня В 2018 году 320 X-Drive M-пакет Ценник будет Примерно 1,9 млн Тире 2 млн Рублей Все зависит От условий покупки От времени покупки То есть Нужно искать Цена хорошая Прайсовая цена Автомобиля 2,6 млн Рублей Поехали Посмотрим в Ауди Что она покажет нам Знакомство наше Начнется с А4 Двигатель 1,4 По сути Это базовая комплектация Ну давайте Посмотрим Что она нам подарит Какие эмоции Так Ты мне расскажи Значит Это у нас получается Тестовая версия Какая 1,4 1,4 То есть Передний привод идет И все остальное Это базовая версия То есть Исключением Только того Что я так понимаю Здесь Это зуба в коже Что стоит Салон Все что здесь видите Это все дополнительные опции Мультимедиа Экран стандартный Руль с обогревом Дуб опция Цветной бортовой Экран Дуб опция Трехзунный климат Дуб опция Кожа Дерево Электропривод Седение водителя Тоже Дуб опция Ага И на сколько здесь примерно Этот пакет под дуб опция Это формат Дуб с половиной миллионов Передний привод Сколько здесь 150 сил Любого Да Так То есть 60 А клиренс здесь какой В зависимости от типа Подвески Размерности колес Минимальный Это 14,5 сантиметров Это стандартный Европейский В нашем случае Ты получаешь Сейчас последний Правильно Кузов Который Б9 Правильно Уже Осенью Фейслифтинг Фейслифтинг Что там будет Изменится Как обычно Фары Задница Немного Изменится А по интерьеру Что-то будет Кардинально Изменя Но не будет Как вот В шестой Вот эти Дисплеи Здоровые Нет Точно Но какие-то опции Могут добавиться Пока информации Глобальной Нет Чем она лучше Чем трешка БМВ Тем же Чем Айфон 10 Лучше Чем Айфон 8 Модель Свежее Она легче Значит Быстрее Свежее Технические Решения Решение Дизайна Трешка Свежа Внешностью Но внутри Это старая Которая Продается Более Шести лет Так Коробка Что ДСГ Нет Та же Самая Но Строник У вас Он называется Ну Вообще Здесь Никакой Взаимосвязи С ДСГ ДСГ Оставится На поперечной Мотор Здесь Продольный И Конструктивно Принцип Тот же Что это Повало Четных Нечетных Передач Сцепление Мокрое Здесь Дет Такой Коробки Фальксвагена Нет 77 Ступеней Мокрая Семиступка Да Фальксваген Есть Мокрая Семиступка На Тигуанах На Полноприводных Пассатах Если Привозят В Россию Но Тем не менее Там Размер Обращается Под капот Здесь Коробка От двигателя Уходит До этого Момента На метр На полтора А гарантия Какая На двигателе На коробку Гарантия На весь Автобиль Ауди Четыре года Или 120 тысяч 120 тысяч При этом В течение Первых двух лет Пробег Не учитывается Не ограничивается Ну За исключением Как обычно Расходников Типа Расход Какой у нее Примерно Это уже У нас Бензиновая Версия Правильно Да Если Постоянно Крутить То я думаю Что можно Перешагнуть 10 На это Нужно Постоянно С лишним Ездить И гонки Устраивать Основляда 200 Оптикодиодная Опция А в базе Ксенон Да Задние фары Галоген Ну Таких машин Нету Ауди Стараются Привозить Адекватные Пакеты Опции Которые Содержат Климат Красивый Трехзонный Тяга В принципе Хорошая Вот так вот Для 1.4 Даже Все равно Газку слегка Даешь А в обычном Правильном режиме Едем Да Но опять же Если мы говорим О сравнении С BMW 318 С C-классом 180 На Audi Пусть на паспорт Не там Две десятых Но быстрее Заявленный Какой разгон 8.5 Вот смотри Мы сейчас катались На 320 М-пакет Это неправильно Сравнение Надо брать Тогда и здесь Двухлитровый Факт в том Что по ощущениям Вот это даже Поинтереснее Вот сейчас Например Вот Субъективно Здесь Здесь робот Иначе работает Он быстрее По реакции И это всегда Было преимуществом Ну вот Четверка Длиннее чем Трешка Опять же Как семейный Автомобиль Вместо больше Сейчас выйдет Новая И на фоне Ухода Старого кузова Не выгодно Ее покупать А новая Будет всегда дороже Ну что нравится Нравится то Что она помягче Здесь же резина Обычно идет Не вот эта Не Run Flat Не Run Flat По шумоизоляции Ну что С сотку мы едем Ну Я бы не сказал Конечно Что вау Наверное сейчас А шестая Поприять не будет Все с размерной Классу Не может быть А шесть Лучше по шумке Чем А8 Если делать А4 И уровня С шумоизоляцией А8 Вообще должен быть Должен быть вакуум Этого добиться Тяжелого А колес Какие Шестнадцатая Здесь Восемнадцатая А восемнадцатая Да у нас Я просто тому То что Я не первый день Так знаком Периодически Беру Попробовать Машину Нравится то что Мягкость Вот настроена Подвеска Так что Вроде Восемнадцатые Колеса Это всегда было чертой Ауди Мы не навязываем клиентам Только спортивные Драйверские ощущения Как это делает ВМВ Мы даже не даем людям Не то что компромисс Мы им и то и то даем Хотите спорт Пожалуйста Хотите комфорт Пожалуйста В общем Из доп. опций Трехзонный климат Светодиодные фары Приборка стандартная Или тоже доп. Она бывает черно-белая Бывает цветная Здесь цветная стоит Это доп. опция Доп. Ну и вот это То что Лак Да Это да Это не пластик Это дерево Орех С лаком Все верно Плюс передний Задний парктроники Плюс цвет металлик Плюс 18 колесные диски Плюс кожа Коричневая Ну здесь в основном Взят пакет Ныне комфорт Сейчас это Адвенс Либо премиум Исходя из новых акций От представительства Немножко название поменяли Он включает в себя Привод сидения Кожу Светодиоды Трезона климат Руль с подогревом Ну и вот такая комплектация Сколько обходится? Порядка 2,5 миллиона С завода Спеццены Это уже все очень удивительно Это я понял Это все Обговариваются Нарекания какие? Дорого Дорого Ценник? Машина ты имеешь в виду изначально? А по содержанию Техническое обслуживание Как здесь? Раз в 15 тысяч или как? Раз в год Либо 15 тысяч Что настает быстрее У нас нету Приездки к бортовому Нету, да? Ценник сколько? Обслуживание Примерно 15? Я не побольше Я вам регламент скажу Стандартный Это 17 тысяч Округленное Первое 25 Второе Потом опять 17 тысяч Третье Потом 45 Потом Это все идет Циклично Но приезжают же По-любому Что-нибудь Какие-нибудь Косяки Заводские Они у всех есть Моего клиента Четыре года Один раз турбина Отказал По гарантии Поменяли Турбина, да? Чтобы люди не говорили И менеджеры BMW Не говорили Про ломучьи коробки В Ауди Это все истории Шести-семилетней давности О старых автомобилях До 2014 года Это можно отнести Ко всем Сиатам, Шкодам, Фольксвагенам Короче, к Вагу В целом Да, да Но в третьем квартале 2014 года Был крупный рестайлинг Коробок Рестайлинг Ребрендинг Не знаю, как угодно Обновление глобальное После чего Баг снял Пятилетнюю поддержку Ауди Как премиум сегмент Оставлял Пятилетнюю поддержку Куланс На узлы автомобиля А в апреле 2016 Скал Четыре года гарантии Окей Давайте мы не будем Раздавать скидки По полмиллиона На эти автомобили Будем какие давать Двадцать тысяч скидки И тридцать за кредит Кто их будет покупать За два с половиной миллиона Так а вопрос Туда вообще Знаешь, в другом А зачем Изначально делать Например, машину Два с половиной миллиона Прайс Когда ты заходишь И тебе там Триста тысяч скидывают Это Дорогая для российского народа В Европе Эти автомобили Минимум на Три и более тысячи евро Стоят дороже Аналогичная Шесть плюс пять тысяч евро Словакия Ну да А она везде по Европе Я заходил В Барселоне Мы смотрели Для российского рынка Еще мега адекватные цены С учетом еще демпинга Этих цен Все понимают ситуацию Что у людей Деньги не печатаются И все хотят продаж Поэтому идет демпинг Я тебе так скажу Если ее сравнивать Мне лично С трешкой Плюс с какой Вижу Ну в первую очередь Передний привод За счет того Что подешевле Нежели чем полный Брать там У BMW Если брать Обычную Попроще комплектацию Задним приводом Я считаю Что для России Конечно передний привод Будет выигрышнее Но это лично мое мнение Внутри машины Сидишь Ощущение Что она немного Немного Но попросторней То есть там мы сели Блин Вроде бы комфортно Но все равно Так чуть-чуть Где-то Дотесновато Тяга хорошая Для 150 сил Сколько она весит? Тонна 458 Нравится в общем Тоже сбалансировано Как-то То что ты сказал изначально Что она вроде как И семейная И помягче И в тот же самый момент И погоняться на ней можно Что она и дорогу Хорошо держит Полный привод Квадр у вас По какому принципу Работу у них Вот этот X-Drive 60 на 40 То есть 60 назад 40 наперед А Quattro Квадро по тому же Принципу 60 сзади 40 спереди Но при этом Он динамически меняется Он может быть 75 сзади 25 спереди Или Наоборот 75-25 Но никогда не будет Налем Ни на передней Ни на задней оси Сделан он Для идеальной стабилизации Автомобиля Слушай Ну неплохая Неплохая Наш привод Он полностью механический БМВ привод Устроен В общей гидроконтур С коробкой То есть его Есть возможность Перегреть и испортить Здесь механика Чистая И вот мы с вами Возвращаемся Прошло я так думаю Минут 10 Друзья Ну давайте я вам Подведу кратко Своё мнение По BMW 3 серии И по Audi A4 Ну какой плюс В первую очередь У BMW Внешний вид Привлекательная машинка Все равно Как-то вот Какой-то шарм У нее есть Садишься в автомобиль Я честно говоря Не ожидал Что салон будет просторный Когда раньше Заходил в салон И садился Брали на тест Садишь Ну такое двоякое впечатление Сейчас же я сел в автомобиль Ну действительно Место есть В тот же самый момент Если смотреть на Audi A4 Садишься Посадка Плюс-минус Одинаковая Ну по ощущениям Пространства Как бы больше Если говорить О ходовых качествах Мы катались На BMW 320 184 силы Переводишь в режим Спорт Нажимаешь педаль Газа Машина едет Но в любом случае Хочется ее чипануть Мы смотрели Audi С двигателем 1.4 Это конечно же Не конкурент Для 320 Тем не менее Машина действительно едет Нажимаешь на газ Пол Тяга есть Блин Ну Свои ощущения вызывает Погоняться на ней можно Расход и там И там небольшой Если говорить о надежности Ну смотрите Полный привод работает Плюс-минус Везде одинаково 60% назад 40% спереди Но У Audi Полный привод Реально будет надежнее Перегреть муфту На BMW Запросто Зимой в снегу Если вы захотите Побарахтаться Покататься Будь слабее Но такой автомобиль Покупать для того Чтобы где-то там Копаться Ну согласитесь Неправильно Для чего здесь вообще Нужен полный привод Для того чтобы уверенно Стартовать со светофоров Газ в пол поехали Ну и так же Чтобы вы зимой Могли выехать Потому что и там и там Клиренс в районе 145-150 мм Он невысокий Особенно если вы возьмете М-пакет Бампер Ну сами понимаете Задеть можно Если мы смотрим На интерьер автомобиля У BMW Садишься Ну как бы вот В третьей серии Так все аскетично Вроде бы привлекательно Но чего-то не хватает Потому что ты знаешь О том что есть пятая серия А там совсем другая история В Audi A4 садишься Вроде бы посовременнее Вроде бы посвежее Но все равно Опять же знаешь Думаешь Блин Вот сейчас вот выйдет новая A6 Там совсем другая история Там уже будет технологичная Как бы производитель Нас постоянно подбивает Говорит Быстрее зарабатывай Надо тебе больше зарабатывать Чтобы было классно Что подкупает У BMW подкупает цена Потому что сегодня 320 в М-пакете С полным приводом Вы реально можете забрать За 2 миллиона рублей Ранее такой же автомобиль Можно было забирать За 1 миллион 850 Но время идет Цены растут Тем более сейчас Скачок курса доллара Осень Как обычно Будет поднятие цен У Audi A4 Кватра Если взять Кватра 190 сил Дизель Который вот Будет как раз таки Конкурент Скажем так Для BMW Но она будет быстрее Она будет технологична Это на самом деле так Ауди конечно Шаг чуть-чуть вперед Но Такой автомобиль Сегодня Вы сможете купить В лучшем случае За 2 миллиона 300 тысяч рублей Дилер же Предлагает Примерно в 2 500 Ну поторговаться Потолкаться Я думаю За 2 300 Забрать можно будет Год назад Если мне не изменяет память Точно такой же Автомобиль мы выкатывали Из автосалона В S-Line 190 сил Дизель За 1 миллион 990 тысяч рублей Новый Сегодня История совсем другая Если смотреть Конечно же Каждому из нас Нужно отправляться К дилеру К официальному Кататься Проходить тест-драйв Чтобы сделать свои выводы Я покатался Я посмотрел Могу сказать одно Подкупает BMW В первую очередь Внешним видом И подкупает BMW Конечно же ценой Если же брать Автомобиль Например Audi Она комфортнее Она помягче Знаешь Рулится автомобиль Тоже хорошо Хорошо держит дорогу Стыки Плохие участки дороги Она лучше глотает Но Мы не должны забывать О том Что на BMW Стоит резина С технологией Run Flat Заменить резину Поставить помягче Уже будет покомфортнее В любом случае Нужно делать выводы Напишите обязательно В комментарии Какой из этих двух автомобилей Выбрали бы вы Обязательно подпишитесь На канал Потому что Следующим видеороликом На неделе мы выпустим Сравнение Такого же плана BMW 5 серии Новый И Audi A6 Уходящего поколения Почему мы сравниваем их Потому что Именно сейчас Их можно сравнить По цене Выйдет новая А6 В хорошей комплектации Она будет сейчас Стоит в ближайшие полгода Ну минимум 3 миллиона рублей Минимум Со временем Конечно же Она начнет падать А так Сейчас Audi A6 Можно будет забрать В базовой версии Скажем так С небольшими допами Примерно 2 миллиона 300 тысяч рублей BMW 5 серии Примерно 2300-2500 Все подробности В следующем видеоролике Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на инстаграм Канала Ставьте лайки Ставьте дизлайки Пишите ваше мнение В комментариях Всем до новых встреч Пока-пока